здравствуйте друзья с вами Татьяна с канала DIY рукоделие и я обещала показать как работать вот с этими оттисками из молдов ссылка на эти молды внизу в описании под видео который я делала масса тоже будет внизу в описании под видео видите масса дает какой оттиск хороший они очень легкие и как с ними работать я вам покажу но чуть попозже для этого сначала нам надо выровнять вот этот вот пенопластовый шарик если у вас есть ровная стеклянная игрушка или пластиковая игрушка можете взять ее я возьму пенопластовый шарик вот взяла акриловую шпаклевку обычно сейчас мы выровняем дадим вам высохнуть потом мы его просто шлифуем еще вот выравнивать и накладывать могу шпателем могу кисточкой смотрите у нас на длины такой палочки я беру так наложила шпаклевку вот так пальцем ставлю и как на станке выравниваем она у нас будет по кругу ровная останется только немножечко шероховатости потом снять вот такой шарик у нас ровненький получился отправляем его в сушку и так друзья смотрите на шарик высох мы его сейчас отшлифуем наждачной бумагой вот он отшлифовался теперь смотрите так как он сделан акриловой шпаклевкой то чтобы на нем все держалось его можно пройти либо грунтовкой я прохожу пва клей пва немножечко с водой хотела вам показать еще смотрите у меня же вот такая вот есть это же из массы для лепки я сделала вот такой вот бабка ёшку или ведьма я даже не знаю как смотрите она у меня уже есть на канале заходить посмотрите как я сделал по крайне потом клеем пва пройдемся с водичкой и дадим ей просохнуть чтобы потом на нее было удобно все клеить теперь смотрите у меня есть вот такие вот оттиски из молдов я вам обещала показать как я буду делать на скругленную поверхность вот сейчас у меня посохнет и я вам буду показывать я буду использовать вот этот молд вернее буду использовать вот этот оттиск серединку мы поставим вот этот цветочек и вот эти вот 2 2 очаровательных смотри какой красивый оттиск получается ровный гладкий то что он немножечко ну как сказать деформированном скручен это не страшно мы часто все выпрямим ссылка на сами молды внизу в описании под видео не забывайте вот я подсохла клеить я буду все на клей пва вот так вот здесь у нас будет пусть вверх якорь поставим она должна мы должны положить как это все сделать все очень просто оказывается мы берем обычную воду и хорошо ее сбрызгиваем положим на полиэтилен и хорошо сбрызгиваем водой даем полежать она начала гнуться но при этом у нас оттиск не будет менять не будет терять объемы и форму как по сырому делаем теперь мы берем клеем плыва размазываем хорошую форму все равно сильно давление делать не надо надо потихонечку все это делать чтобы мы не сломали форму оттиск вернее если вас форма плохо размокла подождите пять минут не торопитесь пусть она у вас получше размок прижимать лучше чем-то таким вот остреньким чтобы не давить на рисунок всей поверхности я ведь поторопилась немножко у меня здесь лопнула но я сейчас приклеим просто плывая теперь наклеим середину наш кусочек теперь возьмем наши полосочки вот смотрите как она у нас высохла прошло буквально 15 минут могу сказать почему мне нравится такой способ во первых очень быстро вы заранее приготовили они у вас лежат пить есть не просят и в любой момент вы можете сделать если вы берете толстую вот такую оттиск то дайте промокнуть подольше времени промочить ее получше видите внешний рисунок не теряется масса не но не меняет как вам сказать своего рельефа единственное что вот я чуть поспешила вот у меня лопнуло надо дать подольше посохнуть а теперь я сделана на самый простой декор игрушки можно делать с каракалером кстати эффект как сделать без каракалерного лака у меня тоже есть если хотите напишите в комментариях я вам расскажу про него либо еще сделаю какой-то мастер-класс но скорее всего буду еще делать теперь я просто покрываю ее синей краской и оставляю просыхать вот здесь надо точно оставить просохнуть посмотрите у меня все высохло я вытащила вот эту вот штучку вот сейчас мы с вами ее оттянем у меня есть серебряная краска если не серебряной краски можно наверное взять белую краску мы сейчас попробуем все сейчас сначала сделаю во первых за что мы будем держаться смотрите если вы немножечко переборщили серебром то так вот плоской кисточкой можно чуть-чуть вот так вот пройти вдоль нашего рельефа чтобы объем создать знаете какая получилась стильная игрушка мне даже бантиками никаким портить не хочется здесь я тоже покрылась серебряной краской и получилось как будто эффект металла вот у меня есть вот такой немножечко синенький бантик и есть немножечко вот такая серебряная ленточка я сейчас делаю совсем длинненький бантик такой который и так друзья у нас получилась вот такая вот и обычная в то же время необычная игрушка новогодняя елочная если вам нравится мой эксперимент ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал заходите ко мне на канал пишите мне комментарии они мне очень важны и нужны если вы поделитесь моим видео это будет вообще замечательно а а а Продолжение следует...